Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Процветок». С вами работает ученый-аграном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о тыкве, о той культуре, которая растет в многих участках и которая очень полезна и необходима на нашем столе как бы круглый год. Вот как сохранить тыкву подольше, а можно рискнуть тыкву до весны, давайте будем разбираться вместе. Ну, во-первых, для того, чтобы вы знали, значит тыквы в каком случае будут храниться хорошо. Для того, чтобы тыквы хранились хорошо, они не должны быть подмороженными, это раз. Второе, не иметь механических повреждений, и самое важное, чтобы при этом, смотрите, чтобы их оставалась плодоножка. Чем плодоножка сейчас остается на тыкве? Значит, ваша тыква будет храниться гораздо-гораздо дольше. Ну, дальше должны быть механические повреждения, вот какие, например, ну, где-то вот удар или тыкву в бок примяли. Это не допускается. Такая тыква будет храниться плохо. Далее, что еще на сохранность влияет? Наши тыквы бывают перезрелые и бывают недозрелые. Давайте мы разберемся, какие тыквы недозрелые, какие перезрелые. Наша недозрелая тыква, чем она отличается? Вы берете ногтем, эту кожуру легко протыкаете. Протыкаете ногтем кожуру, тыква недозрелая. Ну, тыквы такие вот, дефектные тыквы, они будут лежать не больше месяца. А вот если перезрелая тыква, она тоже будет храниться недолго. Вот, а недозрелая тыква определяется тоже очень легко. Тыква, если на тыкве как бы появляется, лопается, тыква лопается, появляется как бы кто-то ее ножом полосовал, такие вот раны появляются продольные, значит, эта тыква перезрелая. Такая тыква тоже не будет далеко храниться, храниться долго она не будет. Так что запоминайте. Ну, и еще самое непосредственное, что влияет на сохранность тыкв, и что до условий пока, при любых равных условиях, значит, дольше всего хранятся тыквы мускатные, плоды тыквы мускатные имеют самый длительный срок хранения, а вот до весны, то есть даже до мая месяца, могут далижать тыквы некоторых сортов. В частности, сорта мозолеевская, миндальная, это из крупноплодных тыкв, а из мелких белое медовое, мелкоплодное, белое медовое может долежать до нового урожая. Ну, для того, чтобы тыквы долежали до нового урожая, уже все их физиологические параметры, которые я вам назвал, значит, необходимо создать правильные условия хранения. Значит, вопрос, какие тыквы оставлять, большие или маленькие? Это не принципиально, это, во-первых, и большая, и маленькая тыква хранятся примерно одинаково, лишь бы они были хорошо вызревшими и сухими. Ну, и имели, конечно, плодоножечку на краю. Тыквы хранить, если у вас есть частный дом, ну, с хранением тыкв больших проблем не возникает. Почему не возникает? Потому что в частном доме где-то есть подвал, подвал должен быть сухой, значит, температура хранения тыкв составляет от плюс 5 до плюс 10 градусов, относительно влажность воздуха 70%. Так вот, делаем какой-то стеллаж, даже если это подвал, сухой подвал, то тоже можно хранить. И на этот стеллаж, значит, подстилаем солому, и потом в один рад укладываем тыквы. Но особенность тыквы в том, что мы тыкву будем кладывать плодоножками вверх. То есть плодоножечкой она должна лежать вот так вот. В таком случае тыква будет долго храниться. Потому что тыква, которая уже плодоножечка утеряная, как бы, где-то отломилась, значит, она хранится мало. Она здесь в этом месте размягчается, и хранится мало. Не забывайте об этом. И в один рад. В один рад положили-положили, ваши тыквочки лежат. Если начинаются какие-то большие морозы, значит, вы дополнительно можете укрыть еще соломой. Укрыли соломой, значит, ваши тыквы не промерзают. Ну, сами понимаете, что температура должна все равно не опускаться ниже плюс 5 градусов. Потому что при более низких температурном режиме тыква может подмерзнуть. Ну, это в таком доме, в частном доме, как бы, проблем не возникает с хранением тыкв. Ну, а если вы живете в городской квартире, живете в городской квартире, и вот, как бы, хочется вам сохранить тыкву. В этом тоже нет никаких проблем. Почему? Потому что оптимальное условие для тыквы вроде бы там плюс 10 градусов, но тыква может прекрасно сохраняться, и плюс 18, плюс 22. Единственное что, мы берем какую-то картонную коробку, положили картонную коробку и положили под кровать, то есть там, где сухо. Ни в коем случае мы не ложим ни в ванну, ни в топочную, потому что, если там в ванной, там есть сырость, а раз есть сырость, значит, тыква ваша сгниет. Под кроватью, в обычной картонной коробке тыква может тоже прекрасно долежать до весны. Ну, конечно, время от времени эти тыквы надо проверять. Надо проверять. Если что-то на что портится, значит, использовать. Ну, уже вот, если вы резали тыкву, значит, резаная тыква долго не хранится. Она хранится где-то в течение недели. И то, ее необходимо держать при низких плюсовых температурах. Ну, некоторые замораживают, но при этом как бы теряется часть витаминов. Конечно, можно использовать и этот способ. Но все-таки лучше, когда тыква свежая. Вы поняли, что сохранить свежую тыкву до весны не так уже трудно. Главное, подобрать нужные сорта и собрать зрелые плоды и обеспечить правильные режимы хранения. Такие простые правила помогут вам кушать тыкву в любое время года. Свежую тыкву со своего участка. До свидания.